Здравствуйте, друзья, с вами Вула, и сегодня мы поговорим с вами о такой игре, как Anthem. На несколько дней всем желающим дали попробовать демку новой игры, но если, разумеется, вам было лень заходить смотреть самим, я вам расскажу, что представляет из себя игра, расскажу все плюсы и минусы, но, разумеется, скажу, стоит брать ее или нет. Ну а пока давайте перейдем к обзору, и, в принципе, Anthem представляет из себя беготню по миссиям в экзокостюмах, которые там называются джавелины. Разумеется, получение новых джавелинов, новых оружий, новую прокачку, новые способности, что-то, мне кажется, где-то мы это уже все видели. Ну, ладно, давайте не будем вести какой-то сравнительный анализ, а поговорим именно об Anthem. И начнем, давайте, с плюсов. Первый плюс — это графическая составляющая игра, нарисована просто превосходно. Дизайн персонажей, костюмов, мап-дизайн, дизайн оружия — все выполнено на высоком уровне, и при этом игра достаточно оптимизирована. То есть она работает на ультрах, у меня, в принципе, выдавало 60 фпс, ну, грех жаловаться, нормально, при том, что у меня компьютер не самый мощный. Разумеется, были небольшие просадки, можно было бы поставить немножко поменьше настройки, и тогда можно было бы играть вообще комфортно. Но на ультрах игра смотрится просто превосходно. Разнообразные эффекты, взрывы, полеты, ну, все очень круто нарисовано. Даже обычные NPC нарисованы отлично, и, я думаю, вряд ли вы найдете двух одинаковых. Может быть, единственный минус есть то, что они вроде как общаются, но звука никакого нет. Вроде как-то жестикулируют, но руты не раскрывают. Но это больше, мне кажется, проблема именно геймдизайна. Разумеется, NPC, с которыми вы разговариваете, они жестикулируют, общаются с вами, раскрывают рот и так далее. Обычные же побочные персонажи, которые стоят, они ничем не выделяются. Просто стоят, просто есть, просто есть какой-то шум, который не связан никак с их разговорами. Небольшой минус, но вроде как вы не обращаете на это внимание, потому что все равно вы не смотрите на них. Они просто стоят, задают атмосферу, если проходить мимо, не обращать на них внимания, то, в принципе, смотрится нормально. Ну и раз уж я тут немного упомянул звук, перейдем тогда и ко второму плюсу, а именно к звуку. Звук тоже сделан очень качественно. Ну, я вообще говорил уже в каком-то из своих обзоров, что в нынешнее время застрять звук в играх, это надо еще умудриться. Согласитесь, вот можете ли вы вспомнить какую-нибудь игру, не инди-игру, а вот, ну, такой вот более-менее ААА проект, в котором бы были засраны звуки. Ну, вряд ли, думаю, вы найдете такой. Поэтому и тут, в принципе, все отлично. Звуки выстрелов классные, звуки джавелинов великолепные, полет тоже классный, мобы, взрывы и так далее. Все сделано превосходно и это приятно слушать. Ну, а следующим плюсом будет ничто, потому что больше плюсов у игры нет. Дальше идут сплошные минусы и начнем с простого. Не самый большой минус, но все-таки. Игра из себя представляет данжи. Единственное, что вы делаете, это выбираете миссию, идете с отрядом выполнять ее, выходите оттуда, получаете награды, берете следующую, идете с отрядом выполнять, возвращаетесь и так по кругу. Все это мы видели уже давным-давно и в Warframe, и в Destiny, хотя в Destiny даже более-менее открытый мир присутствует, да и в Warframe уже тоже. Anthem пока что в демо-версии представляет собой просто данжи, обычную сессионку. И минус это по большей части не в том, что это сессионка, а в том, что здесь очень долгие загрузки и очень частые. Если у вас нет SSD, обычный жесткий диск, приготовьтесь сидеть долго на экране загрузки. Загрузка в игру. Загрузка в меню выбора миссии. Загрузка в кузницу. Обратно загрузка в меню выбора миссии. Загрузка миссии. Загрузка внутри миссии. Загрузка выхода из миссии. Вылет на рабочий стол. Вот честное слово, сразу же после первой миссии, там где по идее должны были быть показаны награды, игра вылетела на рабочий стол. И желание запускать ее у меня отпало напрочь. Но я все же это сделал. И каждый раз, каждую миссию, которую я заканчивал, я заканчивал на рабочем столе. Вновь заходя в игру, я каждый раз видел, что уровень повысился, количество опыта прибавилось. Но какие награды я получил, что я получил, понятия не имею, потому что все оно осталось просто в архиве. Следующим минусом стал подбор игроков. И нет, я не имею ввиду, что игроков мало, поэтому не находят. Это логично. Я пытался пойти в тяжелую миссию. Разумеется, там никого не нашел. Пришлось переключиться на нормальный уровень сложности и искать там людей. Там люди находились. Минус заключался в том, что я за три дня так и не смог пойти в миссию соло. Каждый раз, когда я запускал закрытую сессию, это означало, что ко мне не может никто подключиться. Игра мне пыталась найти союзников. Каких нахрен союзников? Я включил закрытую сессию. Я хочу поиграть один. Я хочу испытать свои силы. Запустите меня, мать вашу, в игру. Это, ребят, просто пиздец. Я уже даже не говорю про замудренный выбор миссий. Вам нужно зайти сначала в один экран. Выбрать точку на карте. То есть, миссию саму. Выбрать, что именно это будет. Сюжетная миссия? Или просто задание? Вернуться на предыдущий экран. Выбрать сложность. Вернуться на предыдущий экран. И потом начать экспедицию. Разумеется, есть еще два дополнительных экрана. Если вы хотите закрыть сессию, или хотите пригласить друзей, или вы хотите добавить усилители на эту миссию. Это все нужно делать в разных окнах. Это все неудобно. Это все долго. И это все непонятно. Кстати, вернемся к проблеме закрытой сессии. Еще через пару вылетов я решил сходить на точку свободной игры. Выбрал режим крепости. Я понятия тогда не имел, что это такое. Но оказалось, это режим сражения с, типа, рейдбоссом. Разумеется, выбрал закрытую сессию. Запустил экспедицию. И... Меня запустило в игру! В закрытую сессию! Офигеть! И что же вы думаете? Я играл с союзниками? Как? Объясните мне. У меня закрытая, мать вашу, сессия. Кого мне нашло? Более того, как мне кажется, со всех миссий, к которым я подключался, я уже подключался к уже начатым миссиям. Я ни разу не проходил миссию с самого начала. Ни одну. Потому что каждый раз, когда я к кому-то подключался, там уже сражались. Ладно, закончим уже с подбором игроков. Это и так понятно, что он ужасен. Перейдем к самому геймплею. И какой он, мать его, скучный. Я, конечно, говорил, что не буду сравнивать, но... Зайдите просто поиграйте в Warframe. Вы поймете, насколько эти игры отличаются. Динамика вантом просто нулевая. Я всячески пытался разбавить наземные пострелушки полетами, которые здесь тоже реализованы отвратительно. Само управление ужасно, потому что управляете вы полетом мышью. Я не знаю, что может быть хуже этого. Единственное нормальное управление в полете мышью реализовано в тундре. Но это авиасим. Тут же вы единственное, что можете делать на скорости, это лететь. Стрелять при этом нельзя. Как только вы пытаетесь стрелять, вас тут же переносит в вертикальное положение. И вы просто висите в воздухе. Можете двигаться влево, вправо, вверх, вниз. Что, как я и сказал, не ускоряет геймплей. Это все равно, что вы бы сражались на земле, просто вы немножко подвешены в воздухе. И двигаетесь влево, вправо, вперед, назад. Все. Так как пока непонятно, что здесь в игре с ПВП, от убийства мобов не получаешь никакого эстетического удовольствия. Сюжетку в Titanfall 2 было гораздо приятнее проходить, чем отстрел тупых мобов вантом. Во втором Titanfall мобы тоже тупые, но там из-за классно реализованного вертикального геймплея отстрел их происходит интересно. Вантоме же все очень скучно, но зато красиво и с приятным звуком. Охереть. И в принципе на этом можно уже и закончить, потому что если геймплей скучный, то там нечего делать. Как бы много контента там не было, если он весь такой однообразный, нахрен он тогда вообще такой нужен? И я наверняка уже предвижу, как многие начнут бугуртить в комментариях, начнут писать, да это же просто демо-версия, ты купи полную игру. Нет, ребят, вот именно. Это демо-версия. Это не ЗБТ, это не ОБТ. Это демо-версия. Демо-версия игр, это просто урезанная версия полной игры. Она должна полностью отражать конечный результат продукта, который вы купите. Демо-версии игр и существуют для того, чтобы завлечь потребителей. Элементарный пример. Недавно вышедшая Forza Horizon 4. Тоже была демка. Она превосходна. Если бы Forza Horizon стоила не так дорого, я бы ее взял. Потому что в демке все, что только можно. Классное приятное управление, куча машин, гонки, смена погодных условий. Там все показали. Они полностью своей демкой прорекламили игру. И ее реально можно было бы брать, если бы она стоила не так дорого. Демка Anthem, это целиком и полностью ЗБТ. Ну или ОБТ, считайте как хотите. Ни о какой покупке этого говна даже речи не идет. Я лучше пойду играть в бесплатный Warframe, чем вот в это. И при этом отдать еще за это деньги. Хрен с ним с Warframe. Я даже готов Destiny 2 взять. Но не Anthem. У меня даже нет слов, как описать эту игру. Это не космосим никакой. То есть здесь вы сражаетесь просто, ну, на одной планете. Ну, по крайней мере, пока что. Вы не перемещаетесь между планетами. Вы просто прыгаете с миссию на миссию. Делайте одни и те же действия, которые не доставляют никакого эстетического мать его удовольствия. Ну что ж, ребят, подведем итоги. Графика плюс. Звук плюс. Отвратительный интерфейс от больного шизофренией минус. Сломанный подбор игроков минус. Вылеты минус. Полеты минус. Отвратительный геймплей минус. Скукота минус. Так что пока что Антем идет в помойку. Ну, а если вам понравилось это видео, и вы что-то из него почерпнули, подписывайтесь на канал, поставьте лайк под этим видео, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok